Глоба, Бразилия, разберемся в противоречиях и спорах за сферы российского влияния в мире. Глоба.чон, Бразилия. 30 апреля 2019 года. Владимир Путин, уже более 18 лет находящийся у власти, гордится тем, что вновь сделал Россию одним из главных игроков на международной арене. В то же время мы наблюдаем существенное ухудшение отношений между Россией и Западом, которые достигли беспрецедентного со времен окончания Холодной войны и градуса напряженности. Расскажем о некоторых наиболее показательных моментах в международной политике, по которым Россия расходится с западными державами. Сирия с марта 2011 года, когда в контексте так называемой арабской весны, имеется в виду направленные против авторитарных режимов протестные движения, которые с 2010 года начали распространяться в целом ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, первый из них стал Тунис, начались протесты в Сирии. Ее неколебимый союзник, Россия, наложила 11 вета на проекты резолюции ООН, чтобы защитить правительство президента Башара Асада, Башар Али Асад. Кремль Койса поглядывал на события арабской весны и воспринял как предательство события в Ливии, где в то время правил Муаммар Хаддафи. Возможно, именно после того, как Россия и Китай воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН в марте 2011 года, международное вмешательство привело к насильственной смерти ливийского президента и вергло страну в хаос. Между тем российское военное вмешательство в Сирию, начатое в 2015 году, позволило правительственным силам вернуть контроль над большей частью территорий, которые оказались в руках повстанцев и экстремистов. Чтобы попытаться разрешить конфликт, Россия вступила в беспрецедентный союз с Ираном, еще одним защитником Асада, и Турцией, которая поддерживает повстанцев. Тем самым она стала крупным игроком на Ближнем Востоке. В Сирии Россия располагает единственным военным портом в Средиземном море, в Тартусе. Украина в начале 2014 года прозападный мятеж на Майдане привел к вооруженным столкновениям побегу лояльного Москве президента Виктора Януковича. Несколько дней спустя вооруженные люди и без опознавательных знаков, российские солдаты, как потом признался Путин, взяли под контроль украинский полуостров Крым. 18 марта регион стал частью России по итогам референдума, который западные страны посчитали незаконным. За Анникси последовал вооруженный конфликт между украинской армией и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, в результате которого погибло более 10 тысяч человек. Украина, США и Европейский Союз обвиняют Москву в военной поддержке повстанцев, причина, по которой европейцы и американцы с 2014 года вводят в отношении России беспрецедентные санкции. Северная Корея в отличие от Вашингтона, который уже давно грозит Северной Корее санкциями, Москва всегда призывала к диалогу с Пхеньяном, действуя по сценарию, определенному Россией и Китаем. Правда, в конце 2017 года Россия поддержала резолюцию ООН о введении новых санкций против Северной Кореи с ограничениями на импорт нефти, который имеет решающее значение для ядерных и ракетных программ страны. В начале января, после того как северокорейский лидер Ким Чен Ын в своей новогодней речи продемонстрировал готовность к открытому диалогу, Владимир Путин похвалил его, назвав зрелым политиком. Соединенные Штаты Москва и Вашингтон расходятся по многим международным вопросам, таким как Украина, Иран и Сирия. Однако после избрания Дональда Трампа отношения между странами ухудшились из-за обвинения России во вмешательстве в американские президентские выборы с предполагаемым участием хакеров и троллей в социальных сетях. Между тем в ходе предвыборной кампании риторика республиканского магната явно была нацелена на обратное, на сближение с русскими. На протяжении многих лет Москва осуждает установку американского противоракетного счета в Восточной Европе. Его создание началось после того, как в 2002 году Вашингтон покинул договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный с бывшим Советским Союзом в 1970-е годы, и расширение НАТО вплоть до российских границ. Это служит России дополнительным аргументом в пользу укрепления собственного военного потенциала. В феврале Вашингтон объявил о своем намерении разрабатывать новое ядерное оружие малой мощности, в то время как Путин в начале марта представил вниманию общественности новые непобедимые российские ракеты, породив опасения по поводу начала новой гонки вооружений. Китай, Индия и Венесуэла по мере роста напряженности в отношениях с Западом России стремится укреплять связи со своими традиционными союзниками – Китаем, Индией или Венесуэлой. Связанные гигантским контрактом на поставку российского газа в Китай, Москва и Пекин нередко демонстрируют единодушие на международной арене, особенно в голосованиях ООН. По словам китайского лидера Си Цзиньпина, отношения между странами находятся на лучшем уровне за всю историю их существования. За последние годы Россия заключила несколько контрактов с Индией, важным покупателем российского оружия, и укрепила свои связи с Латинской Америкой, главным образом с Венесуэлой. Кроме того, недавно, в самый разгар экономического кризиса, Москва оказала серьезную экономическую поддержку Каракасу и реструктуризировала долг Венесуэлы в размере 3 миллиардов долларов по кредиту, согласованному в 2011 году. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.